Приветствую вас. Мне кажется, что ваше текущее состояние это следствие некоторых процессов, которые происходили заранее. Ведь, понимаете, неспроста же вы очарованы мужчиной. Были. Были очарованы разговорами о семье, о женитьбе, может быть даже о ребёнке. Неспроста вы пишете про то, что были готовы к ребёнку и после того, как поняли, что для мужчин это была интрижка, вы начали чувствовать себя грязно и т.д. и т.п. Неспроста. Мне кажется, что вы свое значение, свое значение, свою цель сводите к созданию семьи. Это делает вас уязвимой в том случае, если вы ограничиваетесь только этим восприятием. Ну, только этим восприятием себя, если вы ограничиваете. Это делает вас уязвимой. Это делает вас, как мне кажется, очень уязвимой. Ведь семья, безусловно, важна. И ребёнок, безусловно, важен. Но, помимо этого, должно быть что-то ещё. Помимо этого, вас определяют ещё и другие сферы жизни. Другие важные вещи, важные лично вам. Собственно, на основании которых вы выстраиваете взаимоотношения с другими людьми. На основании которых у людей появляется какое-то мнение о вас, какой-то образ ваш, какое-то восприятие о вас. А когда человек демонстрирует полную готовность к тому, чтобы раствориться в другом, а мне кажется, что именно этого демонстрировали мужчины, то, естественно, что это не вызывает ничего, кроме соблазна воспользоваться вами, что, собственно, мужчина и сделал. Вот. Понимаете? То есть момент здесь какой? Откуда у вас вот такая реакция, мне кажется, связана над тем, что, во-первых, вы себя наказываете за такое действие, если вы впервые, вероятно, потеряли собственную цену в своих глазах, потому что если в этом вы не реализовались, если в этом вы ошиблись, то кто вы такая, с одной стороны. А с другой стороны, если я не такая, то какая я? Если я не в семье, если я нелюбима, если я не замужем, то какая я? Кто я? Не понятно. Мне кажется, что из-за подобных ограничений у вас возникают такие мысли. Они здесь вполне логичны, они здесь вполне нормальны. Как история про наказание, что вы выливаете в свою похондрию, так и история про навязчивые мысли, что вот он такой вот негодяй, вот так он поступил. Да, безусловно, его действия по отношению к вам, мягко говоря, были спорны. Да, можно сказать, что формально он вас обманул. Ну и вы в этом тоже принимали участие, если положенную руку на сердце, я не думаю, что где-то в глубине души вы не знали о том, что все это лучше. Вы хотели поверить в эту сказку, вы хотели поверить в эту иллюзию, которая давала вам стопроцентное спокойствие, хотя как в любое другое время вам было привозно, вам было некомфортно. И вы растворились в этом. Вот, мне кажется, что такая история связана, может быть, только с тем, что вам не на что больше опереться. Но связано с тем, что вы не опираетесь на себя, связано с тем, что вы себе себе не доверяете. С тем, что себя вы само по себе вы обесцениваете. Какие вам вопросы задавать, я, честно говоря, не знаю. Нужно с вами поговорить, какую психотерапию проходить. Честно говоря, ответ моего коллеги, который еще выиграл Игоря Леонидовича, мне кажется, наиболее емким в этом смысле. Я бы сказал вам, что вы себя не знаете, поэтому, ну, обращу бы внимание на гисталь подход. Ну вот, но это уже детали, это уже тонкости, это уже нужно обсуждать. Ну вот, примерно такая история. То есть, иными словами, с тревожностью бороться не нужно. Тревожность это следствие чего-то. Тревожность в данном случае следствие того, что вы для себя не видите, не видите альтернативы. Вы не выбираете, вы по сути считаете, что я либо так, либо я никак, либо пар, либо пропал. Но в жизни такая позиция, либо пар, либо пропал, дает очень много негатива. И создает, конечно же, благотворную среду для возникновения неврозов, для возникновения переживаний, для возникновения паники и так далее. Ведь не заболеть вы на самом-то деле боитесь. Чего-то вдруг вы на это обратили внимание. Вы не заболеете, боитесь. Мне кажется, где-то в глубине души вы хотите, чтобы у вас появилась какая-то болезнь. Нет, вы всеми силами гоните эти мысли от себя, но они появляются. Появляются мысли о том, что вы можете заболеть, потому что это было бы наказанием вам за тот проступок, в кавычках, который вы совершили. Хотя, на самом-то, ничего такого не произошло. Ну, провели время, ну, переспали. Ну, как бы, и что? Я думаю, что вы не решили это тоже понимать. Другое дело, что это не совсем соответствует вашим ценностям. Точнее, установкам. Но это уже детали. То есть, как бы, ну, объективно, физиологические потребности нашего организма, они всегда сопоставимы с серьезностью отношений. Ну, вот. Еще очень важный момент это то, как, на основе чего вы устраиваете отношения с мужчинами. Или, иными словами, на каких основаниях вы устраиваете отношение, как. То есть, ну, бывают отношения, там, вокруг какого-то интереса, бывают отношения вокруг какого-то хобби и увлечения, бывают отношения вокруг какого-то дела, бывают отношения, ну, чисто интимного плана, бывают отношения, когда всё крутится вокруг гендера. То есть это чисто гендерные отношения. Ну, вот, вот, на побывы тех, какие происходят у людей, когда они знакомятся, на сайте знакомств. Вот. Поэтому, тут очень важный момент, вот это всё, и на это я предлагаю вам обратить своё внимание. Как бы, не столь важно, какой именно психотерапией вы будете заниматься, сколь важно ваше желание над собой работать, и ваше желание меняться, ваше желание менять свою жизнь, ваше желание изучать себя, исследовать себя, проявлять к себе самой, в первую очередь, любопытство, и больше опираться на то, что происходит в вашем сердце, с вашими чувствами, реагировать больше на это. Я думаю, что в определённый момент, когда вы находились с мужчиной в том месте, я думаю, что в этот момент вы почувствовали, что история, ситуация движется не туда, куда вы хотите. Но, вы подумали, а вдруг, вы подумали, а вдруг, вдруг он меня действительно любит? А вдруг, он ко мне действительно хорошо, хорошо относится? А вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Понимаете? То есть, вот тут вот всё, а вдруг. Такая вот очень, на мой взгляд, на мой взгляд, достаточно печальная история. Вот, поэтому, поэтому, на мой взгляд, ситуация здесь вот такая, решите ли вы работать над собой, вот, ну, правильно ли у вас любопытство, или вы действительно хотите что-то делать, реально что-то делать, вот, это уже ваш вопрос, вопрос вам, точнее, точнее. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго и удачи, буду благодарен, если вы дадите обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.